Здравствуйте! Продолжаем изучение законов Лошонара, 150-й день. Мы видели, в 140-й день мы об этом говорили, что информацию из вторых рук, которая обычно считалась Барахилут, разрешается передавать с конструктивной целью, если указать, что это слух, а не факт. Там же, где вопрос касается Лошонара, злословие, информацию из вторых рук во многих случаях передавать запрещено. Мы это разбирали в 43-й день. Хафацхай им объясняет, стремление к положительному результату на основе информации из первых рук оправдано, даже если шансы на успех минимальны. А сообщение из вторых рук правомерно, лишь когда есть почти полная уверенность в успехе. Это позволяет информировать на основе слухов одну из сторон обо всех проблемах жениха или невесты, которых собираются познакомить, а также партнера по бизнесу, потому что к такому сообщению, безусловно, отнесутся очень серьезно. По той же причине можно передать сообщение из вторых рук о возможной угрозе. Но нельзя рассказывать о чем-то плохом поведении, чтобы на него оказались социальные давления, и он исправился, или чтобы он не причинен кому-то дальнейший вред, а только в том случае, если сам рассказчик был свидетелем такого поведения. Эффективность общественного мнения в этом отношении слишком ограничена, чтобы оправдать распространение негативной информации, даже если прямо сказать, что она не проверена. В притчах царя Соломона мы читаем, «Иной воображает себя богачом, а на деле у него ничего нет». Чтобы понять это иносказание, представим себе бизнесмена, который удачно вложил деньги в дело, обещающий огромные прибыли. Всем и ему самому кажется, что скоро он будет очень богат. Но спустя время при очередных подсчетах бизнесмен убеждается, потери на некоторых вкладах свели на нет прибыли от остальных вложений. Это человек, который кажется богатым, а на самом деле у него ничего нет. Мораль ясна. Человек всю жизнь может трудиться, изучая Тору и исполняя заповеди. А придет в будущий мир и выяснится, что все потерял, потому что плохо относился к людям. Все накопленное духовное богатство растрачено насмешками, презрением, злословием, клеветой и раздорами, плодами его уст.